Добрый вечер! В эфире Весь Карачаево-Черкесия в студии Руслан Жукаев. Для улучшения связи запланировано установить дополнительные базовые станции в различных районах республики. Кроме того, стороны договорились о развитии цифровых туристических сервисов, которые повысят комфорт и удобство пребывания гостей региона. Участник специальной военной операции из Карачаева-Черкесии Адам Джигутанов в мае текущего года был награжден медалью Суворова. Сейчас он находится дома на реабилитации после ранения. Своими впечатлениями от пребывания в зоне СВО он поделился с представителями региональных средств массовой информации. Он пробовал себя в разных сферах и профессиях, но когда стране потребовалось обеспечивать безопасность населения в новых российских регионах, в числе первых отправился на защиту Родины. В зоне специальной военной операции Адам Джигутанов провел в общей сложности около года. Как только узнал, что пришла повестка, как-то без задних мыслей, поехал сам, забрал ее, уехал. До того, как в зону СВО попали, мы отправились в воинскую часть. Там побыли где-то недельки, полторы-две. Подготовились. Тактика боя, стрельба и уехали. По словам Адама, первое, что бросилось в глаза в зоне СВО – тяжелые условия, в которых живут люди. Поэтому бойцы при первой возможности стараются помогать им, чем только возможно. Сам наш земляк создал в интернете канал, где делится информацией о периодах между выездами. Нам в гуманитарку даже отправляли. Мы с ними делились хлебом, всем, чем могли. Рассказала Адама и о тех, кто находится по другую сторону линии соприкосновения. А говорят, ребята, что наемников сейчас там много. Очень много. Да. Ну, честно говоря, поначалу их было больше. После того, как их разгромили хорошенько. Уже, я вам так скажу, ну, это мое мнение. Там в виде наемников люди. Но это уже конкретно кадровые сотрудники с той стороны. Сейчас Адам Джигутанов проходит реабилитацию после ранения. Дали о себе знать последствия ночного обстрела после доставки бойцов на позиции. На очередной выезд был. Я людей на позиции привез утром. Мы ночью выезжаем. К утру мы уже там. На позициях там до противника метров 300-400 максимум. Там надо быстро приехать, быстро всех этот и обратно. Я привез группу. Вернулся, выехал обратно за следующей группой. И уже попал под артиллерийский обстрел. В конце мая текущего года самоотверженность, отвага и героизм при выполнении боевых задач на территории проведения спецоперации были отмечены на государственном уровне. Указом президента России Адам Джигутанов награжден медалью Суворова. Как только завершится реабилитационный период, наш земляк планирует вернуться к своим профессиональным обязанностям по защите Родины. Артур Макцер, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. На юге России царит аномальная жара. В Карачаево-Черкесии столбик термометра поднимается до 36 градусов и выше. Лучшее спасение от зноя водоемы, но во всех ли можно купаться? Жители Черкеска обеспокоены состоянием пруда в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». На многочисленные жалобы граждан ответили представители Роспотребнадзора, Народный фронт и администрация парка. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Парк «Зеленый остров» – излюбленное место жителей Черкеска. Во время прогулок около протока они наблюдают не самую лучшую картину. Вонь, мусор и всплывающие трупы рыб. Что случилось и как с этим бороться? Невооруженным взглядом можно увидеть все прелести изумрудной загрязненной воды. Был ужас вообще с той стороны. Заили на какие-то массы плавали там непонятно. С целью разобраться Народный фронт представители Роспотребнадзора, администрация парка собрались, чтобы обсудить несанитарное состояние пруда и протока на Зеленом острове. Местные жители бьют тревогу. Вопрос, который нас всех волнует, потому что в том числе это и здоровье наших граждан. То есть мы должны не просто там за санитарным качеством следить воды и водоемов, но учитывая, что в этих водоемах в том числе и рыбу ловят на старом пруду, да, в том числе на большом там все-таки есть и пляжная зона, и так или иначе официально это пляж или неофициально там люди и дети купаются, то естественно качество воды нас сильно беспокоит. Забор воды в протоке не производится, потому что к зоне рекреации она не относится и нормы, с которой можно сравнить показатели, нет. Его нужно чистить, чтобы поддерживать эстетический вид, отмечают представители Роспотребнадзора. По поводу этой протоки, хочу сказать, что ее просто нужно регулярно очищать от иловых залежей, которые накапливаются на дне, потому что здесь водятся утки, уток кормят, здесь богатая органика. Понятно, что это все оседает на дно, и поэтому периодически нужно просто здесь проводить чистку, перекрывать его и снимать иловые осаждения. Тогда здесь будет достаточно чистая вода и не будет запаха. В нашей республике семь зон рекреации. Большой пруд на Зеленом острове включен в этот список, но можно ли в нем безопасно охладиться в жару – вопрос. Из водоема еженедельно берутся пробы на соответствие нормам мест, установленных для купания, и результат не обнадеживающий. Исследовано 19 проб, и 37% из них не соответствуют требованиям по показателю ОКБ, общей колебактерии. 32% проб не соответствуют по кишечной палочке и по энтерококам. Начиная с прошлого года, жители жаловались на сыпь после нахождения в воде и плохое самочувствие. Вызывают этого заболевания плавающие личинки, червей из рода дематод. Это паразит, который паразитируют на утках, которые в последние годы переселились вот с этой протоки и облюбовали большой пруд. Люди их привечают, подкармливают, утки там чувствуют себя вольготно. И вот те паразитические заболевания, которые они переносят, к сожалению, теперь докучают и людям. Пляжи Зеленого острова оборудованы и пригодны для нахождения там, и вот состояние воды не соответствуют нормам. И разрешение от Роспотребнадзора на открытие купального сезона администрация парка так и не получила. На протяжении последних многих лет были попытки получить это санэпидзаключение, но они не увенчались успехом, потому что единственный пункт, который никак не могут выполнить, это соответствие качества воды в пруду требованием нормативов. Они не соответствуют. Вода в пруду грязная, не соответствует санитарным нормам. Горожане продолжают купаться на свой страх и риск. Мало того, в пруду плескаются и маленькие дети, которые наиболее восприимчивы. Таблички с указателями «купаться запрещено» отсутствуют. Все недочеты обещают исправить. С нашей стороны, которые были замечания, мы постараемся устранить все, что касается нашей компетенции. По остальным вопросам будем дорабатывать и будем добиваться устранения всех наших ошибок. Дарья Тендит, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия. К завершающему этапу подошли строители ледового дворца в Карачаевске. Объект заложили в 2021 году. Его открытие планировалось в декабре 2023. Но и сегодня жители Карачаевска в ожидании долгожданного события. В студию Вести поступают звонки от горожан, которые интересуются судьбой ледового дворца. Наша съемочная группа решила выяснить это прямо на строительной площадке. Одинокаракетова. Далее. Самый настоящий ледовый дворец в Карачаевске. Мечта многих мальчишек и девчонок, грезящих о красивейших танцах на льду, и фантастических хоккейных голах. На самом деле любителей коньков и хоккея в Карачаевске много и среди взрослого населения. И многие из них выросли, наблюдая за своей мечтой, лишь на экранах телевизоров, долго еще обсуждая рекорд родниной, и самодельными клюшками отрабатывая трюки легендарного Харламова на скованной льдом речке. Студентка КЧГУ Амина Артабаева очень ждет открытие ледового дворца. На самом деле очень хотелось бы, чтобы поскорее открылся ледовый дворец, потому что нам обещали, что в 2024 году, летом, мы уже сможем посетить его, покататься. Но, к сожалению, такого удовольствия нам не доставили. Но мы с друзьями уже давно приобрели коньки, и очень надеемся, что скоро мы их сможем использовать. Строительство объекта началось в 2021 году, и на сегодняшний день здание уже готово. Оно одноэтажное, с двухэтажной частью блока технических помещений. Выполнили его и сэндвич, панели и витражей. Напомним, что этот объект планировался как крытый каток с искусственным льдом. Здесь же предусмотрены залы для занятий другими видами спорта, в частности силовых тренировок, административные помещения. Общая площадь объекта – 4000 квадратных метров, рассказывает директор Генеральной подрядной организации ООО «Гидрострой» Шамиль Курджиев. Мы стоим в зале. Зал катка представляет собой 60 на 30 метров. Это профессиональные размеры для хоккейного поля. Справа от нас здесь будут трибуны на 180 мест. На данном этапе мы сейчас занимаемся монтажом алюминиевых оконных витражей с противопожарными требованиями. Остальные у нас смонтированы. Эти требовали длительного производства. К ним особые требования, поэтому их производство затянулось. Объект планировалось ввести к началу лета. Задержку генеральный подрядчик объясняет резким подорожанием оборудования и строительных материалов. Средства, выделенные на строительство Ледового дворца, завершились. А подорожание материалов поставило строителей в некотором смысле в тупик. Особенно на оборудование импортного производства, которого здесь достаточно много. И оборудование российское, но со множеством комплектующих импортных. Поэтому есть некоторые сложности. В связи с чем заказчик совместно с проектировщиком сделал корректировку проекта. В данное время корректировка проекта проходит государственную экспертизу. Я думаю, в ближайшее время закончится экспертиза. Ну и после решения некоторых организационных вопросов будем дальше продолжать работать. Этого объекта жители и гости Карачаевска ждут с нетерпением. И возможно, в скором времени Ледовый дворец в Карачаевске выпустит свою легенду номер 17. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаев. Черкесия. Карачаевск. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии. В Карачаевске без существенных осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 18-20, а днем 33-35 градусов тепла и высокая пожароопасность. Сотрудники отдела МВД во России по Черкесску совместно с уполномоченной по правам ребенка в республике Марией Алакаевой посетили неблагополучные семьи, состоящие на профилактическом учете. В ходе личного общения родители получили квалифицированную правовую помощь по вопросам, затрагивающим защиту семейных ценностей, соблюдение прав и интересов семьи, прав детей и детских родительских отношений. Особое внимание уделялось вопросам надлежащего исполнения родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. На поступившие в адрес представителей власти вопросы были даны развернутые и исчерпывающие ответы. С семьями, которые состоят на учете в ПДН. Здесь, знаете, даже больше не какой-то контроль, а именно вопрос, чем мы можем помочь. Может быть, это какое-то вовлечение детей в общественную деятельность нашей республики. Может быть, это помощь в том, чтобы в школе какие-то дополнительные мероприятия посещал ребенок. То есть, наша задача в том, чтобы максимально узнать потребность семьи в помощи, для того, чтобы семьи восстановились, продолжали воспитывать детей. В рамках национального проекта образования ведется капитальный ремонт в 6-й среднеобщеобразовательной школе в селе Первомайское. Проводится комплекс работ по обновлению инженерных систем, ремонту помещений, замене окон, дверей и других элементов школьного здания. Также идет обновление отопительной вентиляционной и электрической систем, что позволит обеспечить оптимальные условия для занятия в любое время года. Капитальный ремонт позволит обновить интерьер школы, сделать его более современным. Окна и двери будут заменены, что улучшит теплоизоляцию здания. Отремонтированные помещения создадут благоприятную атмосферу для обучения детей. По словам подрядчиков, сдача объекта в эксплуатацию запланирована на сентябрь 2025 года. Ремонт начали в мае. Темпы очень высокие, хорошие. Бригады с утра до вечера у нас работают. Но если темпы нам сохранить, вот такие темпы, то, по-моему, у нас дача 25 сентября. Ну, может, даже наши подрядчики, да, успеют раньше дать. Почувствовать настоящую прохладу можно в горах. Для всех любителей пеших прогулок открыт туристический маршрут в ущелье Алибек. Алибекский водопад считается одним из самых красивых. Также горное турие озера, знаменитое своим бирюзовым цветом воды. Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Пятая группа крови». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова